Трилогия Uncharted, God of War 3, Infamacy, Resistance, Killzone, Heavy Rain, Beyond Two... Стоп, не туда уже пошел. Вспомнили, да, все эти великолепные PS3 эксклюзивы? Как они замечательно игрались, какими были драйвовыми... Так вот, забудьте. Сегодня о них больше не будет ни слова, потому что все внимание заберет на себя... Лэйр. Что же такое Лэйр? Это эксклюзив PS3, вышедший в 2007 году из-под пера немецкой студии Factor 5. Уже, к сожалению или к счастью, склеивший ласты и известный такими хитами, как... Лэйр? Многие из вас, я уверен, даже не знали о ее существовании до сего момента, и неудивительно. Ведь в год своего выхода она получила довольно посредственные оценки как от критиков, так и от игроков, а посему о ней все предпочли быстренько-быстренько забыть, включая саму Sony. Собственно, поэтому я предлагаю вместе посмотреть, справедливо ли Лэйр всеми забыто. Ведь может же такое быть, что это незаслуженно раскритикованный в свое время шедевр, который, к тому же, имеет почетное право находиться среди всех тех... вышеперечисленных эксклюзивов. Игра начинается довольно-таки хорошо, на самом деле, то есть с хорошо анимированной сиджайк от сцены под крутую музычку, где закадровый голос говорит нам, что когда-то давным-давно жил-был мир, и люди в нем, которые любили друг друга, но в один момент вулканы, которыми под завязку этот мир заполнен, разверзлись, уничтожив земли и загрязнив воздух. Это поистине глобальное событие привело к тому, что люди разделились и образовали два королевства. Мукай и Асилиан. Разумеется, в таких условиях уже теперь ни о какой любви не могло быть и речи, потому что одним досталось все, а другим буквально ничего. Королевству Мукай достались во владение лишь засушливые, гиблые земли после этих самых вулканчиков, где выживать поистине трудно из-за нехватки каких-либо ресурсов. А Асилиан, наоборот, имеют в своем распоряжении райские кущи, не тронутые вулканчиками, и, в общем, живут они припеваючи на наши с вами налоги. Короче, вот именно на этой почве началась война, то есть Мукай пытаются оттяпать куски плодородной земли у Асилиан, а мы, в лице протагониста Рона, который как раз-таки принадлежит классу зажиточных бояр, то бишь тех самых Асилиан, должны противостоять крестьянам кривозубым. Да, Мукай. Ладно, с завязкой разобрались, на первый взгляд типичнейшая история, но все ли так однозначно будет дальше? А, похуй пока, ведь далее нас бросают в геймплей, как-то было принято во времена PS3. Игра идет в 10 фпс, но меня сейчас волнует далеко не это. Скажите на милость, дорогие разработчики, дорогие Factor 5, я уверен, вы смотрите сейчас это видео, поэтому обращаюсь к вам. Почему по умолчанию в игре полностью инвертировано управление и названо в настройках нормальным? Это, блядь, шутка, да? То есть, какой... Не, серьезно, какой, блядь, гений там у вас подумал, что это будет ОХУЕННАЯ ИДЕЯ? Нет, конечно, можно переключиться на инвертированное звукоуправление, по здешним меркам инвертированное, и тогда все станет так, как и должно быть. То есть, камера будет нормально двигаться. Не, знаете, я уверен, что 99% игравших сделали то же самое. Не, не, браво, браво. Зайти в меню, кстати, тоже то еще испытание, потому что оно так медленно открывается, что за это время вы вполне успеете жениться, родить детей, вырастить их, состариться и уйти на пенсию. Если доживете, конечно. Фух, что ж, траха не охладилась, а душа довольна. Потому самое время перейти к мяготке данной игры. Ее главные особенности, из которой игра состоит, в принципе, на 99,9%. По сути, это и есть вся игра. Полетом на драконах. Спойлер, никакого геймплея пешкодралом без дракона мы больше не увидим. А вот эти вот секции с персонажем нужны лишь для оседлания нашей ящерки. Их буквально будет три за игру. Все остальное время мы будем летать, метать огнем, драться, рвать, метать, но... Обо всем по порядку. Итак, полеты. Первое мое впечатление было... Мне пиздец. Ой, блядь. Ой, блядь. Почему? А потому что все управление здесь заточено на UberFitch UPS 3 под названием Six Axis. Те, кто в курсе, уже поняли и прочувствовали мою боль наверняка последующую. Но если вы не знаете, что это такое, long story short. В 2005 году на E3 Sony представила вот такую приблуду для PS3 под названием Six Axis. Она не имела вибраций, была похожа, как многие отмечали, на банан, бумеранг или руль, кому как нравится, короче. И его возможностью являлось отслеживание положения и движения в пространстве с помощью встроенных акселерометров и гироскопов по шести осям. Отсюда и название, собственно. Вышедшая в 2007 году лэйр как раз-таки по сути должна была представить данный геймпад во всей красе, являться для него эдакой технодемкой и демонстрировать все его новомодные особенности. Дошло даже до того, что в лэйрной релизе не было управления заточенного под стики. Исключительно Six Axis. Как говорил Джулиан Эгебрехт, президент Factor 5, единственной реакцией Sony на все это было «Нет, мы не будем выпускать патч и признавать ошибку. Давайте лучше научим этих ребят, как в это правильно играть». Ух, видимо, настолько сильно Sony верила в успех сие технологического чуда, но, как говорится... Пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло. Дизайн геймпада получил строго отрицательные отзывы чуть ли не с момента показа. Игроки только и делали, что насмехались над ним, дозабрасывали тухлыми помидорами. И, несмотря на то, что уже на релизе в 2006 году геймпад хоть и предстал в привычном всем дизайне DualShock'а, от многих заявленных особенностей Sony все-таки не отказалась. Что в итоге привело к тихому и, что самое главное, закономерному сворачиванию производства в 2008 году. Спустя всего два года. Сам же геймпад отправили на свалку истории вместе с его первоначальным дизайном. Технология же полностью перешла по наследству в нормальный DualShock 3. Ну а в лейр в конечном итоге патчем добавили такие долгожданные нормальные аналоговые управления спустя какое-то время. Собственно, к чему я всю эту историю вам поведал. А к тому, что я все равно решил играть так, как было задумано изначально. Потому что, на первый взгляд, вот сейчас страшную вещь скажу, полеты мне в лейр показались вполне себе неплохо реализованными. Просто я ожидал совсем уж чего-то неиграбельного, но, конечно, как выяснилось позже, кривизны тут вагон и маленькая тележка. Критика все же была далеко не на пустом месте, а первое впечатление ребятки всегда обманчиво. Но, несмотря ни на что, хватило меня практически до конца игры, чуваки. На предпоследнем уровне вы уж извините, но я все же сдался, потому что именно на нем на экране творился такой хаос говна, что я просто не смог больше выдерживать этого ужаса и переключился таки на стики. Вот тогда-то играть стало, конечно, да, намного легче, привычнее, удобнее, но, что самое главное, опыт допатчивых ветеранов я получил, и он теперь со мной навсегда. Даже не знаю, радоваться мне или плакать. В чем же проблема Six-Axis в этой игре? Все просто. В том, что он пиздецкий, неотзывчивый. Еще в первой миссии, когда мы вступаем в наш первый бой, мы моментально сталкиваемся с неуправляемой камерой во время прицеливания, которая делает аксели кульбиты в 595 градусов, постоянно сбивается, или прыгает с врага на врага. Вот представьте себе ситуацию. У вас миссия сопровождения, да, я знаю, да, можете не говорить, все мы обожаем миссии сопровождения. И, разумеется, разработчики чувствовали нашу любовь, а потому специально для таких ценителей и любителей прекрасного, конечно же, навалили целую тележку, дурнопахнущую таких миссий. Я лично насчитал 5 штук из 15. И если на первых уровнях все было более-менее терпимо, то дальше... Так вот, у вас задание. Разрушить катапульты прежде, чем они разъебут ваш воздушный флот мантисов. Это, если что, вот эти вот летающие существа. Катапульт дохера, они маленькие по понятным причинам. Флот гибнет быстро, да? И вот ты, собственно, выцеливаешь эти катапульты, одновременно руля своей скалопендрой. Но вдруг прицел улетает куда-то в небеса, нахуй, или переключается на вообще ненужного тебе бича. Ты делаешь мертвую петлю, врезаешься в текстуры и повторяешь это 10 тысяч раз на протяжении игры. И это я всего лишь привел пример из одного уровня. Но, я вас уверяю, возьми любой другой и будешь наблюдать абсолютно ту же картину. Апогея же все это достигает как раз таки в вышеупомянутом предпоследнем уровне под названием Мальстрем. Уровень круто оформлен, да, тут спору нет. Он запоминается, в отличие от большинства других в этой игре. Но тут также творится лютейший пиздец. Вокруг летает куча мусора, камней, араво-вражеских дракош разного калибра, то есть мелких и жирных. Потом еще босс-файт начинается. И мало того, что тебе во время этого босс-файта надо будет бороться с неудобной камерой, все так же продолжать стрелять в мелочь, да? Ну, к тому же еще выцеливать босса, потому что только в милей боевке его реально победить. Так еще тебе нужно и уничтожать булыжники, которые он запускает в крепость, где по сюжету находятся заключенные. И все бы ничего, но только вот эти самые булыжники сливаются, блядь, с окружением. Пропустил три камня? Все, мой дорогой, начинай сначала. Ну, то есть вы понимаете, да, что после очередного подобного несправедливого провала только такая реакция и возникает. Короче, суммируя все вышесказанное, да, Six Axis тут ужасен, бесспорно, но играбелен. Играбелен, и страдать придется много, если кто-то из вас все же решится на подобный опыт. Это все, что я могу сказать. Пожалуй, единственное здесь, что мне прямо доставило удовольствие, это приземляться на лапки и устраивать резню. А знаете почему? Потому что в этой секции Six Axis не задействован. А потому ты резко вбегаешь в огромную толпу и начинаешь жрать врагов, хуярить их когтями, метать за горизонт. Вот это кайфуха! И тут вы можете вполне возразить, но ведь когда ты полностью уже переключился на стики, то полеты преображаются, в целом игра преображается, да? И если бы переключение на аналог было доступно на релизе, мы бы получили кардинально другую картину, верно ведь? Мммм, не совсем. При переключении игра превращается просто в банальнейший кликер, где ты летаешь и долбишь квадрат, чтобы запускать фаерболы во врагов. Не забывайте, кривое прицеливание никуда не делось, а потому ты просто палишь во всех подряд, а вось в кого-нибудь, да, попадешь. И, о чудо, это работает всегда. Иначе бы я эту игру не прошел. Разумеется, по задумкам разработчиков, дабы разнообразить геймплей, они озаботились добавлением набора приемов, которые, собственно, открываются, если вы прошли уровень на ту или иную медаль, и которые вы потом можете использовать в бою. Получение медали зависит от того, как быстро ты уровень прошел, сколько врагов на нем убил и тому подобные вещи. К приемам также приплюсовывается различный опциональный стафф в виде комментариев разрабов, роликов различных и прочего. Для тех, кто этим интересуется, но сейчас не это важно. Важно то, что непосредственно в игре вам будет глубоко поебать на эти приемчики, так как они малоэффективны, в отличие от обычного залпа фаерболов. Понятно, что таким образом они хотели повысить динамику, но что-то как-то вот не получилось. Ну и, естественно, они хотели повысить реиграбельность данной игры, но, если честно, мотивации для переигрывания уровней они не добавляют. Да и откуда взяться мотивации, если в одних уровнях ты сопровождением занимаешься, а в других просто долбишь квадратик, чтобы выиграть. Press square to win. Лично мне одного прохождения вот так вот, за глаза хватило, так как чем дольше я играл, тем больше игра вгоняла меня в скуку. А титров я вообще ждал, как второго пришествия Иисуса. Хотя, по факту, игра не очень-то и длинная. Ну ладно, ладно, кайфуха на лапках все же иногда заставляла дедушку радоваться. Это дедушке нравилось до поры до времени. Правда, и тут без перебора не обошлось, но я готов их простить. Да и вообще, почему мы говорим только про негатив? Давайте же о позитивных сторонах. Итак, про лапки сказал, теперь про локации. И тут я посыпался. Потому что подавляющая масса из них довольно блеклая, невыразительная и незапоминающаяся. Поэтому, извините, ограничусь исключениями. Что ж, уровень ночью с атакой на крепость, где сама постройка выглядит довольно круто и величественно, мне понравилось. Также уровень с прожекторами, вышеупомянутый Мальстрём. Ну и последний уровень в моменте с извергающимся вулканом. Эти локации действительно запоминающиеся, с чисто визуальной точки зрения, хотя и с точки зрения геймплейной тот же хаос говна мне надолго запомнится. Но переигрывать я их тоже, конечно же, не буду. Хотел я также изначально похвалить битву с боссами, потому что червь-переросток и огромная муха выглядят внушающе. Дженерик главгада даже упоминать не хочется. Но вспоминая, как с ними проходили бои... Опять всем уже настоебенившие проблемы с камерой, с прицеливанием, с КУТ и Е... Ну, с той частью, что на Сикс Аксисе. И, собственно, в конечном итоге, организм на них всё же реагирует раздражённо. Одним внешним видом сыт не будешь. Бой с мухой так и вовсе мог потенциально оставить солидный осадочек на моей душе, что-то на уровне мальстрёма, а может даже и выше, если вы не местная система жизней. В чём соль? Вам на миссию выдают три жизни, и после потери одной вы моментально спавнитесь на своей летающей машине смерти без потери прогресса. Так будет продолжаться, пока вы не потратите все жизни. И если всё-таки до этого дошло, то в таком случае добро пожаловать на чекпоинт. А вообще, когда меня здесь убили в первый раз, я даже не понял, что произошло. Так что и тут не обошлось без дольки кривизны. Вот так всегда бывает. Пытаешься похвалить игру, а в итоге закапываешь её ещё больше. Ну а теперь вернёмся ненадолго к сюжету. Чё-то мы его вначале бросили и забыли. Непорядок. Завязку вы уже знаете, но что же дальше? А дальше нас ждут подковёрные игры, когда одно государство хочет остановить войну, но им всячески противостоят те, кому это невыгодно. Происходят неожиданные убийства, неожиданные повороты, драма. Ух, как пробирает. По крайней мере разработчики наверняка думали, как мне кажется, что игроки именно так будут воспринимать сюжет, но на деле же мне не особо было интересно следить за тем, что тут происходит, ввиду того, что абсолютно все персонажи здесь безликие и неинтересные. Как и наш ГГ, собственно. Ну сыграли в ящик значимые персонажи, ну помер друг ГГ какой-то там на первом часу игры. А ты сидишь и смотришь на это всё с каменным лицом. Ни у кого, абсолютно ни у кого здесь нет ярко выраженной харизмы или того, кому мы бы смогли сопереживать. Да твою мать, я даже имя главного героя-то запомнил только потому, что ассоциировал его с Роном Уизли. Правда, всё же однозначно сказать, что разработчики не старались, я не могу. Потенциально хоть какие-то зачатки эмоций, по моему скромному субъективному мнению, могут вызвать лишь два момента. Первый, это когда мы весь уровень самолично по приказу сверху разрушали якобы арсенал врага, а в конце это оказывался храм с женщинами и детьми. Тут Рон понимает, что не хочет быть частью всего этого дэрма, что его обманули, что он вообще не в ту сторону воюет, и за это его протыкают за точкой в бок, объявляя предателем. Да, сцена хорошая, и даже вполне способна растрогать, удивить человека, который не видел подобные повороты миллиард раз до этого. Ну а второй момент идет буквально следом, ведь вместе с Роном пыряет еще и нашего дракончика, который относит того в безопасное место на последнем издыхании и умирает. Отсоси, РДР. Собственно, это все. Дальше Рон переходит на сторону Мукай, для Асильона он теперь предатель, и оставшуюся часть игры мы занимаемся тем, что уничтожаем злое зло, в итоге это самое зло, побеждаем, и в финальной катсцене становимся лидером, который намеревается восстановить мир и любовь после этой кровопролитной войны. Смотрим светлое будущее, короче. Мда. Ничего выдающегося, просто обычный сюжет на троечку, но вполне возможно это я слишком к нему предвзят, и кому-то сюжет при личном ознакомлении может показаться вполне добротным ввиду интересного сеттинга. Тут уж на любителя, и, как выяснилось, к их числу я не отношусь. За то, что лично мне больше всего понравилось касательно сюжета, и это самое забавное, так это то, каким образом последствия неожиданных поворотов отражаются непосредственно в игре. Че, не ожидали, да? Учитесь. Вот так вот надо неожиданные повороты делать. О чем это я? Ну, во-первых, мы сразу же получаем нового дракончика, который принадлежит, или скорее принадлежал какой-то важной шишке клана Маккай, и которого Рон ранее по сюжету освободил из заточения. Он это запомнил, и, собственно, разрешил себя оседлать. Так вот, этот дракончик может пулять ледяными фаерболами, в отличие от нашего прошлого, уже почившего, который пулялся исключительно огнем. Хотя они по боевой мощи не различаются от слова совсем. Это чисто визуальные изменения, но все равно мне это было приятно наблюдать. И еще. Можно ли говорить ледяной фаербол? Ну, а во-вторых, теперь на уровнях, где нужно перевешивать баланс сил, мы играем за синих. Тогда, как ранее, играли за красных. Ну, то есть, вы поняли, да? Типа красный, типа злой, синий, хороший, да? Ну, вы понимаете. Не, ну, на самом деле, серьезно говоря, то действительно хорошо, что не только в катсценах, но и геймплейно отразили переход рона на светлую сторону силы. Да, это лишь мелочишки, мелочушечки в общей совокупности, но вот мне эти мелочишки понравились даже больше, чем многие более масштабные элементы данной игры. Если же говорить откровенно про сугубо положительные стороны, где у меня не возникало даже дольки негатива, уже без шуток, без постиронии, как то было до этого, то это непосредственно сами катсцены. В лейр они выше всяческих похвал. Выглядят просто охуенно, звучат охуительно, и в них разработчики отлично сочетают постановку с эпиком, тут вообще без претензий, 10 из 10. Также саундтрек, он шикарный, начиная от заглавной темы в меню и заканчивая темой в титрах. Все, абсолютно все, у слада для ушей. Это величественно, это красиво, это замечательно. И вообще было бы еще более замечательно, на самом деле, если бы разработчики добавили побольше таких охуенных катсцен, снабдив такой же богоподобной музыкой, и сделали бы из этого фильма еще лучше сериал, вырезав геймплей к хуям. Может быть в таком виде, эта история меня бы намного сильнее цепанула, и в целом, она бы заиграла всеми цветами радуги. А если бы ее адаптировал Netflix, то буквально. А так, мы имеем игру, у которой могла сложиться благоприятная судьба, но все ее удачные решения были успешно похоронены под кучей драконьего дерьма. Подводя итог, хочется сказать, что лейер все-таки оказалась довольно посредственной игрой. Это никакой не недооцененный шедевр, способный потягаться с титанами той эпохи, но и не откровенное говнище. В ней есть положительные моменты, но отрицательных все же оказалось больше, а потому оценка в 50 из 100, или 5 из 10, вполне себе заслужена. Разумеется, можно сказать, что разработчики не виноваты, ведь они грезили создать шедевр на века, но из-за вышестоящего руководства, созданной этим самым руководством нездоровой рабочей атмосферы, и самой Sony, конечно же, с ее охуительными инновациями, получилась какая-то непонятная, дурно пахнущая субстанция. Отчасти это будет правдой, но лишь отчасти, потому что всей правды мы не знаем. Однако нам, как конечным потребителям, игрокам, важен лишь конечный продукт, а потому судим мы его по справедливости, несмотря на проблему внутренней кухни ввиду того, что этот самый продукт продавался в свое время за фулл прайс. В общем, если вы спросите, можно ли играть в лейер, то... да, можно. Но нужно ли играть в лейер? Нет. Я уверен, ваша жизнь и без нее останется прекрасной. Продолжение следует... Продолжение следует...